Добро пожаловать на канал Бурмикс. С вами дядя Миша. Сегодня будем готовить курицу и курицу будем готовить необычно. Для этого нам понадобится вот такая вот коробка. Здесь пока сок, мы сейчас его выпьем и нам понадобится только коробочка. Будет очень вкусно. Такая курочка мне нужна для нарезки и для утренних бутербродов. Давайте приготовим. Поехали. Итак, начинаем с курочки. Во-первых, с бедрышек снимаем всю кожу, а также срезаем весь лишний жир. Он нам не нужен. Нарезаем грудку. Довольно-таки мелко, но должна она быть кусочками. Бедрышки нарезаем крупными кусками, потому что мы сейчас будем их перемалывать в блендере. И чтобы нашему блендеру было чуть-чуть полегче, мы делаем именно так. Теперь бедрышки загружаем в блендер. Немного загрузили и сразу сюда добавляем один зубчик чеснока. Вот порезали, чтобы блендеру было легче. И перемалываем. Вот такая вот паста у нас получается. Перекладываем в чашу. Сразу сюда добавляем нарезанную грудку. Теперь берем наши приправы, соль, то есть берем все, кроме желатина. И между собой все это дело перемешиваем. Вот как-то так. Добавляем приправы к нашему фаршу. Добавляем немного желатина. Пару чайных ложек. И начинаем вымешивать. Приправы должны хорошо разойтись по всему фаршу. Немного помешали, добавляем еще желатина. И все вымешиваем опять. Не хотите вымешивать руками, можете спокойно вымешать это дело все в комбайне. Теперь берем литровую коробку из-под сока. Внутренность коробки должна быть обязательно фольгированная. И теперь выкладываем наш фарш в коробку. Теперь нам нужно дело хорошо утрамбовать. Вот так вот прям берем ложкой и утрамбовываем. Можно постучать по столу вот так. Вот и все готово. Теперь берем кастрюлю, укладываем на дно полотенце. Заливаем холодной водой. Ставим по центру нашу коробку и доливаем воду. Вот так все подготовили. Переходим к плите. Ставим нашу такую вот конструкцию на плиту. Включаем и ждем когда закипит. В коробочку прямо на мясо кладем крышечку и придавливаем. Сверху накрываем еще одной кастрюлей. Вот такая вот загадочная конструкция у нас получается. Смотрите, вода закипела. Убираем огонь на средний и готовим в течение полутора часов. Вот и прошло полтора часа. Выключаем плиту, разбираем нашу конструкцию. Теперь нам нужно извлечь ее из кастрюли. Берем и аккуратно, чтобы не обжечься, переставляем вот сюда. Наверх ставим какую-нибудь тяжеленькую бутылочку. То есть у нас получилась вот такая конструкция. И оставляем до полного остывания. Итак, наша курица полностью остыла и теперь мы ее убираем в холодильник часов на 6. Я оставляю ее на целую ночь. Завтра будем пробовать! Ну вот, друзья, как вы видели, смотрится на праздничном столе, это просто замечательно. Давайте попробуем, на вкус. Кстати, вот это вот желтенькое, это сыр, а внутри оливка. Делаете из сыра конус и кладете в середину оливку. И уже красиво. Все очень просто. Но наша задача попробовать колбасу, не колбасу. Итак, друзья, на что это похоже? На ветчину сразу скажу, это не похоже. На колбасу тоже. Это похоже на хорошее, вкусное, прессованное мясо. Пряное. Я бы еще добавил даже чесночка немножко. Ну, в принципе, оно и так уже идеально. Так что берите на заметку и обязательно приготовьте. Ну и затем я с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, чтобы поддержать канал. Ну и будьте с нами! Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok